В Днепре супруги подозреваемые пытались сбежать из-под конвоя в суде. Жителей Мариуполя обвиняют в мошенничестве. В Днепр их привезли, чтобы избрать меру пресечения. В истории разбирались наши корреспонденты. В Бабушкинском райсуде Днепра избирали меру пресечения Эльмири и Владиславу Правде. Мужа и жену обвиняются в участии в мошенничестве. По версии следствия, они входили в преступную группу, которая под предлогом страхования будущего кредита выманила у людей 6 миллионов гривен. Подозреваемые Эльмири определили два месяца содержания под стражей с залогом в миллион гривен. После вынесения решения, женщина попросилась выйти в туалет. И там выпрыгнула из окна. Спасла то, что она упала на пристройку. У Эльмири повреждение позвонка поясничного и перелом наружной лодыжки. Состояние стабильное, средняя степень тяжести. Находится под наблюдением, получает медикаментозную терапию. Эльмира в сознании, но говорить с ней нельзя. В палате находится конвой, журналистов к задержанной не пускают. Можем поговорить с Эльмирой или нет? Нет, не можете поговорить. Муж Эльмиры также выпрыгнул из окна. Правда, окно Владислав выбрал с другой стороны здания. Ему повезло меньше. У мужчины серьезная черепно-мозговая травма. Сейчас он в реанимации больницы Мечникова. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние его достаточно тяжелое. У него тяжелая сочетанная травма головы, грудной клетки, брюшной полости. Скелетная травма. Поэтому прогнозы давать в такой ситуации достаточно сложно. Потому что сейчас только первые сутки после травмы. Состояние крайне тяжелое. Адвокат подозреваемых утверждает, что до попытки суицида их довели правоохранители. И никакого преступления его подзащитные не совершали. Владислав и Эльмира просто работали в одном из кредитных союзов Мариуполя. И выполняли указания руководства. Я так думаю, что будучи доведенным до такого состояния, до самоубийства, именно сотрудниками правоохранительных органов. Мои подзащитные к совершению мошеннических действий, по той статье, по которой я сказал, они не причастны ни в коем случае. И поэтому они находились в таком тяжелом эмоциональном состоянии. В управлении СБУ Днепра инцидент пока не комментируют. А вот в нацполиции открыли уголовное производство, побег из-под стражи. Елена Медорюк, Евгений Каднецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.